я вас всех приветствую на моем канале всем привет привет в предыдущем моем видео ссылочка оставлю в описании под этим видео я показала и рассказала как переключать вот этот вот каверлок переключать из режима оверлока в режим распашивальной машины а сегодня решила все-таки еще снять видео и показать то о чем я говорила в предыдущем видео также в предыдущем видео я показала как выполнить плоский шов он был двухигольный трех ниточный узкий плоский шов и также рассказала как переставить иглы чтобы был широким шов 2 нет и двухигольный трех ниточный и как выполнить трехигольный трех ниточный плоский шов покажу как выполнить двухигольный трех ниточный широкий плоский шов трехигольный трех ниточный шов и от меня будет маленький лайфхак как сделать так чтобы срез попал строчку и не нужно было его обрезать покажу чтобы выполнить широкий плоский двухигольный трех ниточный шов мне нужно переставить иглу которая в вот посерединке да вот буквенное обозначение d и поставить в ячейку под буквенным обозначением е что я сделаю для это мне из отвертка которая шла в комплекте мне нужно выкрутить винтик закрутить обратно и выкрутить винтик в ячейке под номером под буквенным обозначением е и сюда же ставить иглу и закрутить плотненько закручиваем вот вот это вот игла смотрите одна выше другая ниже это так и должно быть это все правильно хорошо можно еще посмотреть чтобы игла зашла до упора сейчас вам ближе покажу вам будет видно вот там вот булочка прям вот она вот упирается все и теперь мне нужно перестроить нитки 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 у меня проходили через регулятор натяжения оранжевого и синего сейчас мне нужно синий извлечь и заправить регулятор натяжения зеленый здесь я вытягиваю ниточку оставлю ее а буду заправлять все точно так же в предыдущем видео я все показала как как заправлять проходит смотрите вот здесь вот есть все обозначение и мы делаем все по обозначениям как у нас показано по схемке заправляю я с помощью нити вдевателя показывала предыдущем видео как я пользуюсь очень быстро удобно без заморочек все можно пользоваться пинцетом потянуть нитки все все мы уже все подстроили и у нас правильно чтобы подтянуть так чтобы ниточка проходила под иголочка и гостики наши так я отпущу отпущу теперь подым все вот вот так вот у нас правильно заправлена теперь можно прокладывать строчку сейчас от меня маленький лайфхак будет вот смотрите чтобы вот так вот попасть срезы чтобы они были закрыты и не нужно было подрезать нам нужно край отмерить ровно ровно то количество сантиметров которые нужно для подгибки вот я здесь два сантиметра и заутюжила все я заутюжила теперь что мне нужно теперь мне нужно посмотреть вот этим получается изнанка сейчас просто подложить ткань под иглы и приблизительно вот так вот взять иголки опустить и посмотреть куда же будет вот это вот крайняя игла заходить заходит ли она за срез или не заходит если игла зашла за срез все мы видим что вот на таком расстоянии вот на таком расстоянии мы будем прокладывать строчку и здесь я вижу у меня здесь есть линейка у кого нету разметки можно взять скотч сейчас покажу как вот такой обычный скотч и вот так вот вот так вот закрепить чтобы видеть что где у нас должна проходить край нашей ткани чтобы не заходила ткань никуда и тогда край и вот то есть вернее тогда у нас игла будет попадать вот вот здесь вот будет проходить по срезу и срезы она будут закрыты это мне нужно будет их подрезать все я для себя увидела теперь переворачиваю буду выполнять строчку так смотрим вот я теперь смело могу ткань подложить под лапку вот так вот придерживать чтобы у нас была ткань проходила вот край ткани проходила вот прямо вот у разметки выполняю теперь строчку еще нам нужно настроить наши регулятор регулятор 4 7 и 1 это согласно инструкции сейчас попробуем как она будет у нас выполнять так смотрим чтобы наша тканюшка проходила прям смотрите не вот что у нас получается прекрасно вот край зашел у нас зашел смотрите ничего подрезать не надо прекрасно получилось а смотрите как аккуратно получилось а и здесь строчка прошла здесь вообще отлично изнанка вообще не надо подрезать потом вот эти вот хвостики которые есть все иголочка захватила этот срез прошлася ниткой все прекрасно получилось а сейчас будем трехигольный плоский шов делать посмотрим как вот получится в этом варианте я извлеку нитке чтобы они мне не мешали и сейчас буду устанавливать иглу опускаю лапку и мне нужно выкрутить так вот заведу откручу винтик под буквенным обозначением да и заведу иглу как сейчас надо чтобы правильно игла вот все и обратно и я установлю и закрутила винтики еще раз проверила чтобы меня винтики были все подкручены и извлекаю нить и вдеватель помощник отличный и сейчас мне нужно заправить нитку регулятор натяжения у меня будет синий и ниточка будет проходить через регулятор натяжения синего цвета все так же я показывала до щелчка поднять нужно обязательно поднимать лапку чтобы наша нитка правильно заправилась и зашла в те вот тарелочки которые держат нашу нитку здесь идем все по схеме смотрите видите у нас схема можно даже знаете что сделать перезаправить чтобы правильно заходило чтобы нитки не путались а значит сначала пройдет у нас средняя а затем мы добавим уже зелененькую ранее так теперь вот все что было правильно чтобы ниточки потом не переплетались и не запутывались все вот так вот заправила опускаю нашу лапку теперь нитки у нас как бы зажатый можно уже дальше их заправлять в нить и вдеватель который вот здесь вот ой нить и направитель 1 вторую нитку и третью нитку так все они у меня заправлены здесь вот нити направители тоже есть такие типа вот как зубья из-за них заходят и ниточки и придерживаются вот отлично можно будет их теперь заправлять уже в иголке если кому-то удобней неудобно вот как я делаю можно прям сразу вот брать и по очередности заправили одну иголку переходим на следующую заправили вторую переходим на следующую я так уже приловчилась мне так удобно я так делаю а вы можете сделать по-другому по очереди одна заправилась а другую одна заправилась в другом так крайне постоянно почему-то запутывается но ничего так все отлично все заправлено все будем сейчас выполнять строчку опять таки что я делаю я беру заглаживаю промеряю ровно два сантиметра заглаживаю вот что было ровно и точно так же точно так же буду выставлять вот эту вот свою полоску так чтобы у меня игла крайне заходила вот прям за вот этот вот срез проверю будет ровно да отлично все будет заходить у меня оставляю свою разметку и буду выполнять сейчас строчку еще мне нужно регуляторы натяжения тоже поставить в позиции значит у меня будет для трикотажа согласно инструкции но мы посмотрим если что-то не так можно всегда отрегулировать сделать больше меньше и но согласно инструкции идет 4 6 идет и 7 и единица ну и можно теперь уже смело приступать к прокладыванию строчку опускаю лапку смотрю чтобы у меня моя ткань прям шла вот по краю по разметке придерживаем ткань чтобы придерживаем чтобы шла вот ткань у нас по нашей отметке ближе покажу вам результат смотрите что получилось попала у нас получается наша ткань смотрите как прям ближе покажу видите как получается ткань попала зацепила ее и она находится там вот так вот с лица получается сейчас я утюгом пройдусь и посмотрите как получить по как получится все ровненько и красиво вот результат трехигольный 4 ниточный плоский шов смотрите прекрасно попала ткань ничего не нужно обрезать с лицевой стороны прекрасно это у нас широкий двухигольный 3 ниточный все прекрасно все красиво все хорошо поэтому пожалуйста пользуйтесь применяйте этот лайфхак и будет вам как говорится счастье на этом видео мое заканчивает всем пока пока до новых видео не забывайте ставьте лайки пишите комментарии всем пока пока пока